самый простой способ закрытия петель он же классический элементарный 2 петли вместе провязываем возвращаем петлю с правой спицы на левую берем под подхватываем следующую и две петли вместе провязываем снова возвращаем подхватываем провязываем 2 то есть вот таким вот образом по две петли мы закрываем все петли регулируем натяжение нити то есть в зависимости от того настолько насколько эластичный нам нужен край вот такой вот край у нас получается видите по верху идет косичка сзади ничего не случилось никаких отличий спереди вот выглядит эта косичка далее можно делать вот таким вот способом второй вариант классического способа одну петлю снимаем вторую провязываем и вторую продеваем поверх 1 сейчас мы посмотрим как она столько они будут отличаться этот два способа вторую провязываем и продеваем ее через 1 и так продолжаем провязываем продеваем сути это одно и то же вы делаете так как вам удобнее вот теперь смотрите вот второй способ вот это первый способ немного отличается до визуально совсем совсем немножечко ну по сути это одно и то же так что выбирайте свой способ этот это это эта часть менее эластична и меньше она закручивается вот это закручивается больше следующий простой способ который мы будем можем делать либо при помощи спиц либо при помощи крючка результат у нас будет один и тот же последний раз ряд я провязала лицевой вот видите у меня рабочая нить я работу перетягивает то есть закрывать я буду с этой стороны не со стороны рабочие нити а с другой стороны закрываем вот таким вот образом через первую петлю я протягиваю вторую вот так вот вот таким вот образом возвращаю на спицы и снова через вот эту я протягиваю вторую возвращаю снова подхватываю вторую и через первую протягиваю вторую вот такой вот край у меня получается как при классическом но время но этот этот способ он здесь уже не получится регулировать натяжение то есть как мы вязали то есть довольно плотный край до теперь этот же способ если нам неудобно делать спицами делаем крючком то есть подхватываем у меня толстый крючок вы берите потоньше и протягиваем вторую через первую снимаю на крючок и протягиваю снимаю и протягиваю это удобнее намного крючком как для меня вы же если кто не умеет не владеет крючком делайте это спицами вот такой вот способ видите здесь это было крючком здесь спицами по сути ничего не изменилось выглядит это одинаково точно так же как первый классический способ он скручивается в ролик плюс еще не эластичный при том что первый способ мы можем регулировать эластичность в этом способе мы этого делать не может но имеет место быть поэтому тоже моего оставляем берем на замет ирландский способ закрытия петель хорошо подойдет именно для платочной вязки для этого способа правую спицу вводим в первую петлю через первую петлю протягиваем вторую и провязываем вторую петлю снимаем с левой спицы возвращаем с правой спицы на левую через первую петлю снова протягиваем вторую и провязываем провязываем мы только вторую петлю первую петлю возвращаем на левую спицу снова протягиваю вторую петлю и провязываю смотрите край достаточно эластичных для платочной на знаю что платочная вязка достаточно обычный способ закрытия петель не подходит для платочной для платочной вязки а этот видите и визуально вписывается сюда и доверное закрытие петель в два приема для и для этого первую петлю снимаем только первую кромочную вторую провязываем и продеваем ее через первую и оставляем на правой спице далее 2 петли провязываем вторую продеваем через первую и оставляем на правой спице вяжем довольно свободно не затягиваем вот так это выглядит после первого этапа довольно свободные петли у меня теперь я работаю начинаю снова справа налево перетягиваю спицы и теперь вот делаю таким вот образом ввожу спицу в первую петлю и через нее протягиваю вторую одевая ее на спицу и снова через первую протягиваю вторую так далее такой вот край у нас получается вот так вот выглядит этот способ довольно симпатичный и мало эластичный если и до 100 достаточно плотный то есть если вам не нужен эластичный край а наоборот нужно чтобы изделие держи держала форму то используйте этот способ то есть минимально эластичный если еще свободнее менее затянуть эти петли то изделие будет еще более стяну вот так вот выглядит с изнаночной стороны вот так вот с лицевой стороны закрытие петель при помощи накида первую петлю снимаем делаем накид провязываем следующую петлю и продеваем ее через накид и через петлю снова делаем накид провязываем петлю лицевую продеваем через накид через петлю далее накид лицевая петля продеваем через накид и через петлю вот таким вот образом выглядит этот способ он дав очень эластичный он очень эластичный но его недостаток что край закручивается как при классическом способе закрытия петель но в некоторых случаях он будет уместен так что имейте ввиду возможно для некоторых изделий вам этот край будет эластичный способ закрытия петель он подходит очень хорошо для резинок для шапок где нам нужен красивый эластичный край для этого первую петлю снимаем делаем накид если у нас первая петля идет лицевой лицевой накид к себе провязываем лицевую и продеваем накид и следующую петлю изнаночную накид от себя провязываем изнаночную продеваем петлю накид и продеваем петлю вот такой вот край у нас получается довольно эластичный симпатичный мне очень нравится такой вот способ закрытия резинки смотрите с этой стороны выглядит так с изнаночной выглядит вот так вот то есть практически одинаково с обеих сторон закрываем резинку 2 на 2 первый способ для этого первую петлю я снимаю вторую провязываю лицевой и продеваю через первую снова если по узору у нас лицевая то провязываем лицевой и продеваем через первую если по узору у нас изнаночная то мы ее провязываем изнаночную и продеваем через первую петлю снова изнаночная продеваем через первую петлю то есть как у нас лежат петли так мы и вяжем и продеваем и продолжаем таким вот образом вот такой вот волнистый край у нас получается довольно симпатичный мне очень нравится такой вот способ он очень симпатично он очень красиво смотрится на лице и на изнанке довольно эластичные смотрите красивый вот лицевая сторона вот изнаночная стороны еще один способ закрытия резинки два на два при помощи иглы на рабочую нить я обрезала и проделать иглу первым делом первую кромочную петлю я продеваю в нее иглу и протягиваем снимаем со спицы далее продеваю следующую лицевая петля вот в лицевую петлю мы продеваем вот так вот за заднюю стеночку радио затягиваю теперь возвращаясь в эту первую петлю и под эту нить и сзади и возвращают и затягиваем снимаю первую петлю далее следующая петля продеваю продевать предыдущий возвращаюсь предыдущую петлю вот она смотрю внимательно и под нить затягиваем снимаю и затягиваем далее следующее здесь у меня изнаночная петля ее иглу я ввожу вот так вот как бы за переднюю стенку и снова предыдущую петлю возвращаю иглу под нить обязательно затягиваю снимаю снова возвращаю вот она петля 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 под нить то есть в каждую петлю мы два раза прошиваем так далее вот следующий у меня лицевая видим продеваю я за заднюю стенку и эту петлю возвращаюсь продеваю в петлю и под нить и так далее вот так вот выглядит этот край при закрытии иглой вот здесь вот если вы видите я меньше затягивал то есть вы затягиваете так как вам нужно везде ли если вам нужен сильно эластичный край меньше затягиваете здесь я больше затянула видите он менее эластичный вот вы же смотрите по тому какое изделие у вас будет поэтому таким образом и затягиваете способ закрывать резинку 2 на 2 при помощи накида первую петлю снимаем смотрим у нас лицевая петля делаем накид накид от себя то есть вот так вот спицу вводим от себя туда а нить у нас на себя провязываем лицевую петлю и переодеваем сначала накид на эту петлю потом первую петлю обе петли переодеваем далее снова накид от себя лицевая петля переодеваем 1 и 2 изнаночная далее следующая изнаночная петля накид к себе то есть спица движет двигается к себе провязываем изнаночную петлю продеваем сначала через накид потом через петлю снова накид к себе изнаночная и продеваем и так далее вот так вот выглядит этот способ такую гармошку складывается и вот так выглядит с лицевой стороны так вот выглядит с изнаночной стороны еще один то есть и еще один момент можем регулировать натяжение тоже свободнее здесь довольно таки эластичный способ закрытие петель при помощи декоративного канта для этого нам нужно добрать три петли рабочие я набираю вот таким вот способом делаю петелечку и затягиваю ее на спицы так теперь будем вязать эти три петли провязываем 3 петли один лицевыми петлями 2 3 и одеваем эти три петли снова на левую спицу с правой и снова вяжем две петли лицевой одна вторая третью снимаем четвертую провязываем и протягиваем четвертую через третью вот таким вот образом далее снова возвращаем все три петли обратно вяжем далее таким вот образом 2 лицевые петли третью снимаем четвертую провязываем лицевой и протягиваем четвертую через третью и так далее снова возвращаем провязываем 2 третью снимаем четвертую провязываем и протягиваем через третью и так далее продолжаем когда у нас осталось три петли на спицах мы их пересняли сняли последний раз на левую спицу и для того чтобы закрыть первые снимаем вторую провязываем и протягиваем через первую третью провязываем и протягиваем снова через первую нитку обрезаем вот такой вот у нас способ довольно симпатичный подходит он для оформления низа изделий если вам нужен законченный красивый край низа изделия вот пожалуйста такой способ и 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